Это за нехватки водителей какие маршруты прежде всего страдают? Это у нас большие маршруты 46-й, 36-й маршруты, а также 49-й маршруты. По этим маршрутам у нас не хватает в этих конторах. И, естественно, у нас выпуск немножко ограничен в этом плане. Как говорят сотрудники кадровой службы, им требуются не только водители, но и кондукторы, электрики. Всего в списке более 20 должностей. Около 100 автобусов, обслуживающих Кировские авиастроительные районы, сегодня недокомплектованы. С 1 апреля у нас идет объединение двух предприятий. Мы будем теперь в МОПАТП-2, то есть большое объединенное предприятие. Мы обслуживаем практически весь город, то есть весь советский район, весь авиастроительный район. Чистыми на руки, такое понятие существует, 28 тысяч – это женская профессия, прямозадщика груза-багажа, от 28. И мужская профессия состоит из поездов от 45 тысяч рублей. Кадровый вопрос у работников железнодорожного сообщения возник из-за строительства транспортной магистрали. Москва, Казань, Екатеринбург. Новые рабочие места понадобилось закрыть на железнодорожных станциях. Поэтому день работодателя стал самым подходящим поводом. Принимаем любого человека. Мы этих людей обучаем на рабочей профессии. Но для дальнейшего роста, конечно, желательно обучение в Казанском железнодорожном техникуме, либо в железнодорожной УЗ. Заинтересованные в поиске работы граждане, которые пришли, имеют официальный статус безработный и пытаются трудоустроиться согласно профилю. Здесь они могут пообщаться с работодателем, пройти предварительное собеседование. И хоть не каждый смог найти себя в предлагаемой работе, следующую ярмарку вакансий обещают не оставлять без внимания. Там, во-первых, очень рано вставать надо. Работа с людьми – это тоже нервная работа. Я им тоже не завидую, автобусникам. В банке вакансий Татарстана насчитывается почти 43 тысячи свободных рабочих мест. Только за последнюю неделю 2200 вакансий их пополнило. Работы хватит всем, говорят в службе занятости. А день работодателя планирует проводить на регулярной основе каждый месяц, предлагая наиболее актуальные вакансии. Пока работа городского транспорта из-за дефицита кадров продолжает вызывать немало нареканий у пассажиров. Возможно, благодаря сегодняшней ярмарке вакансий и встречам с работодателем, часть количества вакансий будет закрыта, а значит и количество жалоб должно уменьшиться. Интересные ярмарки вакансий будут и тем, кто попал под сокращение. В Казани на начало недели насчитывалось 40 организаций с иностранным капиталом. Сегодня они взяли паузу в работе. Какие именно меры будут приняты, решится до конца недели. Этой ситуации уже обеспокоено Федеральное министерство труда. Максим Соляков, Максим Зуйков, телеканал Эфир.